Открытие рынка земли. Какие документы нужны для продажи? С 1 июля в Украине начнет работать рынок земли. Стало известно, какие документы будут нужны для ее продажи и оформления. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на своей странице в Facebook. Регистрация права собственности в государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения, распоряжения земельным участком и поможет избежать многих. Рисков заверил министр агрополитики. Для продажи земельного участка у владельца должен быть его кадастровый номер, зарегистрированное право собственности и выписка из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде. Наличие кадастрового номера на земельный участок можно проверить на публичной кадастровой карте Украины. Если номер отсутствует, за изготовлением технической документации по установлению или восстановлению границ. Участком можно обратиться к разработчику документации по землеустройству. Также регистрацию права собственности в государственном реестре прав на недвижимое имущество можно оформить в сельских, поселковых и городских советах, у нотариусов и в центрах предоставления административных услуг. Чтобы зарегистрировать право собственности владелец участка должен предоставить выписку из государственного земельного кадастра, копию и оригинал паспорта и Идентификационного кода, квитанцию про административный сбор или документ, который подтверждает освобождение от него, а также документ о праве собственности на участок, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство, государственный акт права собственности. После регистрации права собственности на землю, владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав. Напомним, что после открытия рынка земли в Украине начнет действовать мораторий на продажу земли на оккупированных территориях. Его могут отменить только после деокупции, сообщил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий. До этого момента любые сделки по продаже земли на линии соприкосновения будут незаконными. Тарас Высоцкий заверил, что на подконтрольной Украине районы Донецкой и Луганской области данные ограничения не будут распространяться, и владельцы земли с этих регионов смогут осуществлять сделки по ее купле-продаже. Гражданам России, а также представителям Ордла, покупать землю в Украине будет запрещено, за чем будут следить правоохранительные органы. Представители других стран пока также не могут покупать землю на территории Украины из-за действующего моратория до 2024 года, который может быть отменен отдельным решением власти. Напомним, что с 1 июля можно будет продавать землю гражданам Украины, физлицам, не более 1 гектара в. Одни руки. До этого закон позволял продавать участки земли только до 2 гектаров. Покупателю необходимо будет доказать легальность источника происхождения денег на покупку. В настоящее время в Украине находится 33 миллиона гектаров земли, которую можно будет продавать с 1 июля, а также 5 миллионов гектаров земли, не подлежащей продаже. Это государственные земли и земли, принадлежащие территориальным громадам. Их рынок земли не коснется.